Денис Ткачев, исполняющий обязанности директора Департамента по повышению конкурентоспособности региона Харьковской областной администрации. По нашему регламенту, как мы и договаривались, 10-15 минут небольшой доклад, потом вопрос уже. Пожалуйста, Денис, пожалуйста. Уважаемые коллеги, друзья, я прежде всего хочу начать с того, что Департамент по повышению конкурентоспособности – это структурное подразделение областной администрации, которое на самом деле уникально для Украины. Ни в одной другой областной администрации в нашей стране нет подобного структурного подразделения. Поэтому все, что мы делаем, тоже является где-то, наверное, реформаторским, пионерским. И не случайно, вот я сейчас буду говорить о тех направлениях деятельности, которые нам поручены, не случайно именно мы ими занимаемся, поскольку именно в этом направлении чаще всего и производится сейчас, делается основной упор по реформам. Хочу начать с центров предоставления административных услуг, которые сейчас достаточно активно уже заработали. С октября прошлого года они фактически заработали после того, как через центры административных услуг начали предоставляться услуги государственной миграционной службы. То есть сейчас получение паспорта, вклейка фотографий, смена места проживания, места пребывания, практически все, что связано с нашим внутренним национальным паспортом, практически все эти услуги можно получить через центр предоставления административных услуг. Причем это все делается достаточно четко, отработано, без задержек и без, скажем, каких-то дополнительных документов, которые иногда раньше представители соответствующей службы требовали у заявителей. Это связано с тем, что администратор является абсолютно незаинтересованным лицом, то есть он заинтересован лишь в одном, чтобы услуга была предоставлена вовремя. А его задача принять комплект документов, передать его в миграционную службу для принятия решений и вовремя выдать результат административной услуги заявителю. Таким образом администратор, как, собственно, получатель, как контактное лицо между органами власти и населением, он сам лично никак повлиять на этот процесс не может. Таким образом полностью устранена коррупционная возможная составляющая, это с одной стороны. С другой стороны, это лишь один пример того, как работают центры, и как раз мировой опыт показывает, что подобные структуры или подобный формат взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с населением, подобный формат оказания услуг населению, он является наиболее эффективным, поскольку в одном месте собранные, или сейчас вот собираются, вот если мы говорим об украинских реалиях, собираются все основные услуги, с которыми мы сталкиваемся с вами, с 1 января, вот я говорил, что с 1 октября внедрены услуги миграционной службы, с 1 января уже переведено 12 административных услуг государственного земельного агентства, и эти услуги предоставляются также через центр. И в данный момент происходит процесс передачи, ну скажем, согласования, предоставления административных услуг Министерству юстиции в контексте регистрации, регистрационных действий. В частности, сейчас мы работаем над внедрением услуг по регистрации бизнеса, то есть все, что касается регистрации юридических лиц, физических лиц, предпринимателей, уже в ближайшее время будут все эти услуги предоставляться через центры, а с 4 октября этого года вступят в силу поправки к законодательству нашему национальному, согласно которым все административные услуги вот этих вот служб, о которых я вам говорил, основных трех, будут предоставляться исключительно через центры, сейчас они вот в пилотном режиме отрабатываются параллельно. Также хочу сказать, что если мы говорим о децентрализации, и мы ожидаем, что в Харьковской области появится 59 громад, по крайней мере, вот такой перспективный план был недавно принят Харьковским областным советом, в каждой из этих громад будет создан свой административный центр. Если сейчас их количество 34, включая город Харьков, то после объединения громад таких центров будет уже как минимум 60, и это позволит намного значительно приблизить услугу к населению и упростить процедуру оказания подобных услуг. Кроме всего прочего, мы говорим о том, что не только услуги земагентства, миграционные службы и регистрационные службы Министерства юстиции передаются в центры, сейчас идет активное обсуждение и, собственно, такой процесс передачи услуг, также, например, регистрация регистрационных действий в сфере регистрации автотранспорта, то, чем раньше занималась МРЭО ГАИ, также вот параллельно с услугами по регистрации бизнеса, уже сейчас мы начинаем отрабатывать и в течение ближайшего месяца запустим услуги по регистрации вещевых прав. То есть, на самом деле, вот этот процесс, вернее, эта работа именно по Центрам надания административных послуг, еще украинскую, он является, наверное, одним из самых таких активных, самых реформаторских, если хотите, поскольку, в принципе, меняется подход к оказанию услуг для населения. Ну, я думаю, что, в принципе, если будут вопросы, я там уже более подробно на них отвечу. Хочу лишь отметить, что за полгода ориентировочно, который буквально через несколько дней у нас полугодия заканчивается, уже более 300 тысяч административных услуг было предоставлено населению Харьковской области через Центры предоставления административных услуг. То есть, на самом деле, это показатель того, что Центры действительно работают, в них люди обращаются и действительно получают услуги, и самое важное, что они получают их качественно и вовремя. Конечно же, есть определенные недоработки, как в любом пилотном проекте, как в любом начинании, но, тем не менее, мы работаем над их устранением, не всегда это зависит от нас. Иногда мы упираемся просто в национальное законодательство, которое не позволяет нам совершать какие-то дополнительные действия, вводить дополнительные услуги. Вот, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, мы проводим очень большую работу с персоналом. У нас есть своя система обучения, в ней задействованы как специалисты соответствующих служб, которые обучают наших администраторов, скажем, специфики той или иной административной услуги, понимание, как выглядит этот пакет документов, которые они должны принять, работа с базами данных, соответствующих, например, Министерству юстиции. Собственно, также мы работаем с Академией государственного управления и стараемся постоянно, вот несколько, как минимум два раза в полугодие, то четыре раза в год проводить семинары-тренинги для наших администраторов, где мы рассматриваем не только, собственно, специфику их работы, но и обучаем их каким-то психологическим тонкостям, ведением переговоров, документообороту, какие-то моменты пытаемся настроить в работе этих центров. Поэтому работа достаточно большая, и самое главное, что она интересная, она новая. И хочу сказать, что Харьковский регион за последние полтора-два года стал одним из лидеров в Украине по предоставлению административных услуг, и мы всегда являемся, всегда входим в число самых первых регионов, которые, если не первые, которые внедряют те или иные услуги и отрабатывают их на четкое предоставление через центры. Также, переключаясь немножко на другую тему, также в сферу компетенции нашего департамента входит работа с международными организациями-донорами, то есть привлечение международной технической помощи. Собственно, это терминология официальная, международная техническая помощь. Но здесь, в этом контексте, хочется, наверное, больше говорить не о помощи, а о партнерстве. То есть мы привлекаем сюда международные организации, или стараемся привлечь международные организации-партнеры, которые помогают нам в реализации проектов. То есть это не просто пожертвования, то есть это не просто, ну скажем, гуманитарная помощь, которая тоже необходима. Это реализация конкретных проектов по, например, сфере повышения энергоэффективности или обеспечения энергосбережения, развития местного самоуправления, вообще громадской активности, работа с внутренне перемещенными лицами. Сейчас это особенно актуально. Я хочу сказать, что за последние полгода нам удалось привлечь только по официальным подсчетам проекты, в которых работают, где задействованы органы государственной власти и местного самоуправления, более 30 миллионов гривен на реализацию различных проектов. Мы привлекли через наших партнеров или от наших партнеров. Это прежде всего различные агенции ООН, прежде всего программа развития ООН, это Украинский фонд социальных инвестиций, сейчас буквально проводит работу по отбору проектов по реконструкции жилья для внутренне перемещенных лиц. Это, безусловно, фонд Ведроджиня, который открыл свое представительство даже в Восточной Украине, который находится именно в городе Харькове, и мы с ними активно взаимодействуем. То есть это ГИИЦЭТ, немецкий фонд, немецкая даже не фонда, это такая структура, организация большая, с помощью которой мы реализуем целый ряд проектов и на территории Харькова, и на территории области. Хочу сказать, что это тоже работа достаточно комплексная, и она не связана исключительно с работой с донорами. На самом деле мы еще и готовим наши громады, пытаемся помочь нашим общественным организациям, органам государственной власти, если их участие возможно в данных проектах грантовых. Мы пытаемся научить, рассказать, показать, как подавать заявку, где смотреть информацию, где найти информацию об актуальных конкурсах. В частности, вот сейчас мы подготовили к изданию, уже находится в процессе верстки, вот такая вот методическая рекомендация, которая называется грантрайтинг, методичная рекомендация для органов публичной влады, еще до написания проектных заявок. То есть мы выпускаем это тиражом, планируем выпустить тиражом 500 экземпляров, то есть обеспечиваем абсолютно все громады, которые есть у нас сейчас на территории области. С одной стороны, с другой стороны, это будет вывешено в свободном доступе, в электронном варианте. И здесь собраны не только рекомендации, как надо написать, можно написать проект, какие, может быть, там основные ошибки при написании этих проектов. Также здесь собрана информация об основных донорах, то есть каталог доноров, то есть каталог организаций, куда можно обратиться со своими заявками. Проводим семинары, тренинги с привлечением тех же самых доноров. Достаточно активно мы работаем с фондом Бедроджиня и с их региональным представительством и провели уже несколько таких вот встреч, семинаров по написанию проектов для органов государственной власти и местного самоуправления Харьковской области. Будет, будет. Я, если не сказал, по-моему, сказал, что вывесим в электронном варианте, как только это будет сверстано в профессиональном виде. Это пока сверстано, грубо говоря, в Верде нашими специалистами и специалистами, которые мы привлекли к написанию этих методических рекомендаций. Это будет сверстано и будет вывесено в электронном виде в свободном доступе. Также хочу сказать в завершении темы международной технической помощи, что Харьковская область имеет тоже передовой опыт по организации, взаимодействия с международными организациями. В частности, между Харьковской областной государственной администрацией, областным советом, ассоциацией органов местного самоуправления и двумя высшими учебными заведениями, на данный момент пока двумя высшими учебными заведениями подписан меморандум о сотрудничестве, на основании которого были созданы три центра, которые занимаются специализированных центров международных проектов и программ. Просто каждый занимается своим аспектом деятельности. В частности, в университете Каразина работает центр международных проектов и программ, в университете городского хозяйства имени Бикетова работает центр регионального развития, который занимается, у них там направленность, да, это опять же из названия региональное развитие, маркетинг территорий, программы энергосбережения, энергоэффективности и так далее. И при ассоциации органов местного самоуправления тоже был создан центр развития местного самоуправления, как ни странно, как ни банально, да. И они занимаются привлечением, ну работой целенаправленно по проектам по местному самоуправлению, по его развитию. Этот находится на базе ассоциации органов местного самоуправления, а их офис в Газпроме в первом подъезде на первом этаже. Да, то есть, соответственно, центры в Каразино и Бикетово находятся в соответствующих университетах, являются их структурными подразделениями, и я могу сказать, очень активно работают не только по привлечению проектов и написанию проектов, но и по консультированию наших районов и городов, вот, с одной стороны, и по обучению этих же самых районов и городов мы постоянно на базе этих центров проводим семинары и тренинги. Сейчас подключается еще университет радиоэлектроники, там тоже был создан центр, он просто пока не вошел в этот меморандум, тем не менее, то, что касается вопросов электронного вредувания, то есть электронного правительства или его элементов, то, что касается информатизации вообще процессов, в том числе в сфере образования, в сфере здравоохранения, вообще во всех сферах деятельности области, тоже сейчас подключается центр университета радиоэлектроники. Уже 10 минут закончилось, но я еще буквально 5 минут займу, с вашего позволения. Также, собственно, продолжая тему, чем занимается наш департамент, опять же мы находимся на передовой и в сфере развития информационных технологий. В каком смысле? Одной из задач нашего департамента является развитие IT-индустрии в Харькове, то есть хотя бы поддержка этого развития IT-индустрии. В этом отношении сейчас по совместной инициативе IT-компаний, высших учебных заведений и органов государственной власти, в данном случае областной администрации, создан уже и уже приступил к работе Харьковский IT-кластер, Харьковский региональный IT-кластер. Буквально неделю назад они уже провели, то есть кластер провел свое первое мероприятие, Харьков Legal Talks, то есть юридические аспекты ведения бизнеса в сфере IT. Хочу сказать, что в Харькове в ноябре месяце мы планируем проведение такого международного мероприятия Харьков IT-форум, то есть наша общая задача в данном случае спозиционировать наш регион на международном уровне как центр или как столицу информационных технологий Украины, центр IT-аутсорсинга Украины. И, конечно же, у нас есть все для того, чтобы действительно от себя не только заявить, но, скажем, и действительно это подтвердить. У нас есть IT-компании, которые работают на территории области с мировыми именами, известные далеко за пределами Украины. У нас есть, и это самое важное на самом деле в этой сфере, соответствующий кадровый потенциал. Пять высших учебных заведений готовят специалистов в сфере информационных технологий, в том числе университет радиоэлектроники, о котором я уже упоминал. Вообще единственное специализированное высшее учебное заведение в этой сфере. Поэтому, собственно, вот этот кластер, он был создан как раз для того, чтобы скоординировать все наши совместные действия. И одна из основных задач – это правильное позиционирование региона на международном рынке, я уже об этом говорил. Это очень важно для IT-сферы, поскольку большая часть компаний работает для рынков Европы или для рынков Северной Америки. Поэтому как раз мы хотим показать, что регион безопасен, что регион стабилен, надежен, и у нас есть дальнейший потенциал для развития. Но, как известно, ни одним аутсорсингом живы эти технологии. И в этом отношении мы делаем большую ставку на развитие продуктовых компаний и стартапов в сфере IT. Готовим большой проект, который сейчас условно называется Стартап Фэктори, Харьков Стартап Фэктори, в рамках которого, в том числе с IT-компаниями, с высшими учебными заведениями, будем системно развивать и поддерживать стартапы в сфере IT, привлекать венчурных инвесторов для реализации этих проектов. Самое главное в этой сфере на самом деле это финансы, то есть это финансирование этих стартапов. Потому что идей, поверьте, у наших IT-шников более чем достаточно. Вопрос в том, что первое, мы будем им помогать правильно презентовать эту идею, правильно продать эту идею и будем создавать такие условия для того, чтобы сюда приходили инвесторы и уже здесь искали у нас, а не мы их искали, инвесторов, а инвесторы искали наши проекты, все будем делать для этого. Если проект Стартап Фэктор, мы будем обращать внимание, связанный с медиапространством, с информацией? Ну, честно говоря, на данный момент мы только формируем базу стартапов. То есть мы еще, у меня еще, у нашего департамента нет еще там всей базы, мы с сентября месяца реально начнем эту работу с этим, с сентября, да. Ну, собственно, сейчас подготовительная работа большая идет. Мы хотим, чтобы этот проект имел не только виртуальное выражение, но и фактическое, практическое. И ведем переговоры с одним из высших учебных заведений, пока не буду называть с каким, ну, если не состоится, будет не совсем корректно. О том, что мы создадим вот базу такую коверкинговую, да, креативное пространство конкретно для вот этих айтишных проектов. Ну, и как пример того, что уже сейчас мы реализуем, да, это проект по созданию 3D принтеров. У нас есть в Харькове отличный стартап, который называется Just3Date. Ребята, вот вчерашние выпускники ХАИ, они сами собирают и разрабатывают, дорабатывают 3D принтеры. И совместно с департаментом образования с сентября месяца мы запустим программу обучения школьников на базе лицея, который сейчас создан в Люботине, лицей для одаренных ребят. И разместим, ну, собственно, поставим туда этот принтер, ребята будут уже фактически отрабатывать навыки по 3D-моделированию и 3D-печати. А у меня есть мнение о подвигателе, все-таки каждый? Согласен, поэтому второй принтер будет размещен как раз на базе университета радиоэлектроники, и там тоже будет реализовываться этот пилотный проект. Просто мы взяли за основу среднее образование и высшее образование, да, то есть как бы разные, вы понимаете, методики, разные цели и так далее. Поэтому вот параллельно два направления по этому проекту будут реализовываться. Вот одновременно с этим, ну, как бы стараемся сейчас найти инвесторов под этот стартап. И не только инвесторов, но и как раз, может быть, доноров, поскольку мы видим это как развитие сферы образования, то есть это повышение конкурентной способности наших выпускников. Сейчас 3D-моделирование и 3D-печать – это одна из самых передовых технологий, поэтому у нас в учебных заведениях, к сожалению, до сих пор нету ни одной, ни программы, даже курса нету по этой тематике. Поэтому будем внедрять, опять же, с Департаментом образования и науки областной администрации, это наш совместный проект. Вот. Также хочу сказать, что в завершении уже своего выступления, одной из задач нашего департамента является оказание помощи, содействия предприятиям нашим харьковским, выходе на зарубежные, прежде всего, европейские рынки, особенно в контексте подписания ассоциации, соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. И, ну, да, понятное дело, что это такая очень объемная работа, долгая, и во многом она зависит от национального уровня. Но то, что мы хотим делать, то, что мы уже делаем на региональном уровне, в частности, вот в апреле мы провели в режиме видеоконференции деловой форум украинско-польский с Великопольским воеводством, это наш регион-партнер, и мы хотим сейчас двигаться в этом направлении, ну, в смысле, продвижения товаров на зарубежные рынки, двигаться в плане развития межрегионального, прежде всего, сотрудничества. То есть у Харьковской области, на самом деле, достаточно много регионов-партнеров на четырех континентах. Самый близкий, ближний, да, получается Великопольское воеводство. С 2002 года мы являемся партнерами области, да, но воеводство ее наша область. К сожалению, в последнее время этот договор, ну, скажем, был больше формальным, поэтому мы сейчас сформировали рабочую группу, вот после проведения этого форума, да, мы увидели, что наши польские партнеры тоже так же заинтересованы в сотрудничестве, в развитии деловых отношений. Мы сейчас со своей стороны создали рабочую группу, куда вошли представители всех основных бизнес-ассоциаций, которые работают на территории области. Поляки тоже создали у себя рабочую группу. И мы сейчас разрабатываем совместный план деятельности, совместный вот такой вот план развития делового сотрудничества. И начнем уже с 4 сентября, когда ожидается проведение международного форума, традиционного международного форума «Инновации, инвестиции и Харьковские инициативы», который будет, ну, собственно, вот шестой, да, уже полный год будет проводиться в Харькове. И ожидаем уже визит, вот, первой бизнес-делегации именно из Великопольского воеводства. И до конца года, как минимум, вот, задача минимум для нас – организовать такой же бизнес-визит в Великопольское воеводство, но не одными бизнес-визитами, там комплексный подход, опять же, об этом можно долго говорить. И сейчас вот самые активные представители бизнес-ассоциаций в рамках нашей рабочей группы формируют свои предложения, формируют этот план взаимодействия. Вот. И самый такой последний, наверное, тезис, который объединяет, наверное, международную техническую помощь. И вот последнее, о чем я говорил. Дело в том, что повышение конкурентоспособности наших предприятий на внешних рынках, ну, собственно, наш департамент так и называется – повышение конкурентоспособности. Это тоже, это важная для нас задача, это, наверное, основополагающая для нас задача – создание условий для развития этой конкурентоспособности. И в этом отношении мы уже нашли несколько серьезных партнеров, в частности, Европейской планской реконструкции и развития. 14-го числа июля ожидается визит большой делегации проекта, который поддерживает развитие малого и среднего бизнеса, который дает гранты, гранты предпринимателям – это самое интересное, на развитие таких вот бизнес-инициатив. В том числе, один из основных критериев – это возможность или перспектива выхода на зарубежные рынки. То есть, за счет этих грантовых средств будут наниматься профессиональные консультанты, как зарубежные, так и отечественные, которые будут создавать план выхода предприятий на зарубежные рынки. Вот, собственно, по такой совместной инициативе Европейский банк реконструкции и развития, конкретно этот проект, структурное подразделение ЕБРР, приезжает руководство сюда, будет презентовать программу. Мы 14-го числа будем на базе медиа-центра «Время» проводить вот такую вот презентацию. Вот, также мы достаточно неплохо, на мой взгляд, сработали с «Юнида». Это одна из агенций ООН, которая отвечает за индустриальное развитие. У них тоже есть грантовые программы. К сожалению, уже закончился набор, отбор проектов. В этом полугодии, как минимум, ожидаем, что возможно будет продолжение. Так вот, «Юнида» давала средства предприятиям и компенсировала расходы на повышение энергоэффективности работы своих предприятий. Там, по-моему, до 70% средств компенсировалось за счет «Юнида», если проект соответствовал всем требованиям этой организации. То есть, мы стараемся использовать все ресурсы, которые возможны, которые возможно привлечь дополнительно, помимо бюджетных, для реализации вот тех задач, о которых мы с вами говорим. Для IT-сферы там отдельная тема, да, то есть, большую упор мы делаем на сферу образования, на развитие вот этих вот креативных пространств, каверкингов и так далее. Это тоже связано с реализацией тех или иных международных проектов, международной технической помощи. В том числе, в сфере IT, уже самое последнее предложение, в том числе, в сфере IT разрабатываем программу обучения для демобилизированных воинов, которые были у нас в АТО. Скажем, базовые навыки программирования, которые позволят им трудоустроиться уже прямо сейчас, там, тестировщиками, ну, в общем, таким персоналом, не кодрами, да, вот программистами, да, а людьми, которые тоже получают достаточно приличную зарплату, вот, но уровень компетенции, которых сейчас пока ниже. То есть, вот такую программу для воинов АТО мы тоже сейчас, ну, хотелось бы верить, с сентября запустим. Сейчас есть семь партнеров. У нас в акцентах там есть какой-то? Нет, никакой. А когда вы едете, запустите. Мы же там еще раз выйдем. Паля, пять минут у нас. И за сколько у вас в департаменте на работу работают? Не во все вопросы могут бежать? У нас работает 23 человека в департаменте, да, но сейчас по факту несколько меньше, но штатное, штатное расписание 23 человека. Куда откроют проекты? Вот вы сейчас сказали, что вы его ведете сейчас, чтобы отборить, например, на стартап. Да, да. По сентября месяца. Объявим дополнительно. Опять же, мне сейчас важно, чтобы у нас состоялась договоренность вот базовая с высшим учебным заведением, чтобы мы, я же говорю, сразу-то перевели с виртуальной плоскости, вот, чего на самом деле сейчас много, ну, есть такие вот инициативы, достаточно много. Есть хорошие примеры, те же Karazin Startups, их там выпускники сейчас в Силиконовой долине получили высокое признание там в InkHunter проект и так далее, но все это как бы такие вот отдельные инициативы, мы сейчас собираем, стараемся собрать это все под одной крышей, вот, чтобы системно и серьезно работать над этими проектами. Куда подавать проекты, пока мы их не принимаем, ну, то есть, и об этом будет объявлено дополнительно. Видит у вас на сайте? Да, у нас есть сайт нашего департамента, мы достаточно активны. Отдельный сайт вашего департамента, да? Отдельный сайт нашего департамента, найти нас крайне непросто, вводить, опять же, департамент с предвыщенной конкретной спроможности региону, мы единственные такие, поэтому сразу попадаете на наш сайт, даже название, там, буквы, URL говорить не буду, и так можно будет через Google у нас быстро влезти. Вот, и также мы достаточно активны в Facebook, мы стараемся все наши проекты делать максимально публичными и анонсировать их для фейсбучной аудитории, поскольку, ну, самая активная, прогрессивная часть аудитории находится именно там. Вот, ну, и, собственно, вот так. Я уже в основном, я уже отправлюсь. Ну, отлично. Теперь найдите нас еще в Facebook. Спасибо вам огромное, спасибо, что пришли. Спасибо вам. Может, еще вопросы есть? Да, есть вопросы. Ваш вне максимальный объем донорской технической помощи будет концентрирована на каком-то уровне? По крайней мере, то, что я вижу сейчас по итогам полугодия, которое уже почти завершилось, это, прежде всего, работа с внутренним перемещенными лицами и программы энергосбережения и энергоэффективности. Сейчас наиболее актуальна. Я думаю, что в ближайшие полугодия появится еще много программ по адаптации или социализации воинов АТО. Ну, уже, по крайней мере, по той инсайдерской информации от доноров, которая у нас есть, это сейчас, наверное, такие вот самые актуальные проекты будут. Но на данный момент по итогам полугодия два ВПЛ и энергосбережение и энергоэффективность. Так, ВПЛ связано с расселением или с адаптацией? Спасибо за вопрос. Правильно, абсолютно. Значит, начиналось, конечно, это все с расселения, создания условий для проживания. Сейчас доноры переключились уже на создание рабочих мест. Зашла большая программа ПРООНовская, которая направлена на, через которую, скажем так, датируется создание рабочих мест, датируются работодатели, создаются рабочие места, разные там, от нескольких месяцев до года гарантированно, да, вот трудоустройство. И ПРООН компенсирует до 60% затрат, связанных с созданием этого рабочего места. Причем сюда относятся не только зарплата и начисления, но и, собственно, покупка какого-то оборудования, необходимое для создания этого рабочего места. Замечательная программа. Сейчас уже поданы предварительные заявки, уже есть предварительные результаты. Но пока они предварительные, я, соответственно, не могу их пока называть. Харьковская область активно приняла участие в этом проекте. И надеемся, что в дальнейшее, в ближайшее время будет еще один колл, то есть еще следующий, да, следующий отбор проектов объявлен по этому направлению. Ну и, собственно, вот буквально на днях презентовали программу, которая финансируется фондом Бедроджиня. Большой проект, да, 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 в том числе, да, станция Харьков, ассоциация частных работодателей, вот финансируется фондом Бедроджиня. Новый отчет, да, отчет, новый видник, новый видник, новый видник. И там как раз в рамках этой программы создается Центр развития предпринимательских инициатив для временно перемещенных лиц и дается финансирование. Вот от скольки? Три модели финансирования, 15 тысяч гривен, 40 тысяч гривен и до 90 тысяч, да. Но это только те, кто прошли обучение и те, кто, чей конкурс, чей конкурс была добрая специальной конкурсной комиссии. И заговорили себе. Так, очень хороший, качественный проект и, на мой взгляд, крайне актуальный. То есть не рыбку, а урочку. Абсолютно верно. Абсолютно с этим согласен. Спасибо большое. Спасибо.